Немало представительниц прекрасной половины человечества сейчас работает в сложных и порою опасных сферах. Правоохранительные органы одна из них. Мужчины не отрицают, работать с женщинами не только приятно. На них всегда можно положиться, потому что в работе представительницы слабого пола очень ответственны. О таких девушках наш следующий сюжет. Совмещать работу и домашние обязанности казахстанские женщины делают это с успехом. Своим примером это доказывает Гульжан Жолдазбаева. С выбором профессии она определилась еще давно, так как выросла в судейской семье. И сейчас, по прошествии 12 лет, она уверенно говорит, что в выборе своем не ошиблась. Вместе с супругом Гульжан воспитывает троих детей. Семья, по ее словам, всегда поддерживает и помогает справляться со всеми трудностями. Стараются облегчить мою работу в быту. И где-то, чтобы я их сильно не опекала, уже сами стараются пойти на секцию, пойти в школу, чтобы мама на работе успевала. И супруг тоже имеет юридическое образование. И родители, они понимают сложности моей работы, что приходится постоянно работать с людьми. Нельзя опаздывать, надо все начинать вовремя. Криминалистика только на первый взгляд сугубо мужская профессия. Женская интуиция и особо скрупулезный подход помогают в этой сфере Балдерган-Мукатаевой. В этой нелегкой профессии она уже 9 лет. С Балдерган-Мукатаевой мы работаем с северной 2012 года. Она очень ответственный сотрудник, за которую можно положиться, хоть и в воинских формированиях, и не делится на женщин, мужчин, но мы стараемся оберечь их. Интерес к этой сфере у меня был всегда. Во многом это благодаря литературе. В юношестве я читала много детективов, смотрела кино об известных следователях. Родители с выбором специальности поддержали. Создавать домашний уют и совмещать это с ответственной работой бывает нелегко. Но мои близкие меня всегда поддерживают. И я очень благодарна им за это. О выборе своей профессии, непростой и совсем не женской, Балдерган не жалеет. Поблажек ей не делают, зато приносить пользу обществу – ее главный стимул жизни. А не принимать близко к сердцу все, с чем сталкивается на работе, она уже давно научилась. Не говорить дома о рабочих делах – одно из основных правил в ее семье. Сабина Сексимбаева, Ануар Тауикелов, 24КЗ.